Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается сына, 11 лет, который занимается в спортивной секции, который во время тренировок показывает себя прекрасно, бегает, добивает, но как только турниры, ребенка подменяют, носится по полюбесылку, все, чему учился, как будто не учился, впадает в какое-то коматозное состояние. Тренер просит поговорить с ним, чтобы расслабился и просто играл, но разговоры не помогают, что делать не знаю. Ну, вообще, вот, довольно интересная история здесь, потому что, казалось бы, такой достаточно, ну, серьезный вопрос, вот, касающийся, в общем и целом, вашего сына, да, я не знаю, кто вы, мама или папа, вот, и, казалось бы, ну, это ваш ребенок, это его карьера, не карьера, вот, казалось бы. А, ну, при этом вы очень мало доставили информации, вот, а, в общем и целом, практически ничего не рассказали про ребенка, ничего не рассказали про группу, которой он занимается, да, то есть, ну, вот, про секцию, про тренера, про отношение ребенка, собственно, к тренировкам, да, к игре, то есть, какое у него отношение к игре, вот, что игра вообще, вот, ну, в целом, как бы, для него значит, если она для него что-то значит, вот, то есть, этого всего вы как-то не рассказали, а вообще-то это очень важные все моменты, и без этих, без этой информации, в общем-то, довольно сложно будет какую-то вам обратную связь на ваш вопрос встать, хотя, безусловно, безусловно, помочь вам хотелось бы, вот. А, не совсем понятно, как вы относитесь, вы сами, как относитесь к, к тому, что у вас сын играет, к тому, что он, вот, учится, тренируется и так далее, то есть, насколько вы, вот, в этом заинтересованы, да, заинтересованы ли вы вообще в этом, то есть, вот тут, вот, конечно, информации, на мой взгляд, вообще очень-очень мало, вот, а она необходима, вот. Собственно, с этого я и предлагаю начать, то есть, я предлагаю вам для начала определить со своим отношением к тому, что ваш ребенок играет к его тренировкам, насколько, насколько для вас это важно, для начала, какое вы значение, в это вкладываете, если вкладываете, если вкладываете, вообще. Соответственно, это же, скорее всего, вы транслируете своему ребенку, да, скорее всего, в этот момент вы, собственно, шлете своему ребенку, то есть, ну, то есть, вот, грубо говоря, ребенок учится, учится, так скажем, у вас ребенок учится отношению к спорту, ну, к тому, что он делает. Следующий важный момент, было ли так, вот, как вы описываете всегда, да, или так, вот, началось, там, после, ну, после, какого-то, какого-то события, да, которое произошло. Потому что одно дело, если так было всегда, то почему тренер, например, только сейчас увидел, что это проблема. Вот. Другое дело, если это, ну, вот, произошло, там, после какого-то эпизода, да, после, ну, после какого-то момента, если это случилось, то, конечно, важно разобраться с тем, что это был за момент и как, соответственно, ребенок на это отреагировал, да, то есть, что это было за событие. Вот. Ну, как правило, проблема, в общем, она вокруг одного, как правило, крутится и связана она с сверхмотивацией ребенка оправдать че-то ожидания. автором она как правило, со страхом проиграет. Вот. Как правило, в этом заключается основная проблема. Вот. И... Как мне кажется, в первую очередь, нужно говорить не с ребенком, а с тренером. Тренер создает, так скажем, атмосферу и мотивацию. Тренер учит отношению к игре и если ребенок реагирует вот так, как он реагирует, то в тренерской работе что-то происходит, что-то не так. Обязательно в таких группах, в таких группах обязательно должны быть детские психологи, спортивные психологи. Вот. Собственно, опять же, это работа тренером. Это не ваш, в данном случае, работа. Вот. Очень важно спросить вас, какая атмосфера дома, в семье. Вполне возможно, что то, что происходит, с ребенком, это связано с тем исключительно, что происходит дома. У вас, что мы считаем, ну, довольно часто дети достаточно серьезно подвержены тому, что с ними, вот, происходит в семье. От этого они куда менее защищены, вот, в силу, ну, на мой взгляд, абсолютно естественных обстоятельств, в силу, на мой взгляд, абсолютно нормальных причин. А вот, ну, потому что ребенок любит своих родителей, ребенок беспокоится, как бы, за свою, ну, за свою семью, да, и то, что происходит, конечно, конечно, на него влияет. Вот. Поэтому, на мой взгляд, то, что вы реально можете сделать, это вот провести такой анализ того, насколько здоровыми являются ваши отношения в семье. И вот какая атмосфера в спортивный сексе. Вот. А... Хочется ли ребенок сам... играть в футбол? Я так понимаю, что... Речь идет про футбол. Хочется ли ребенок сам играть в футбол? Эээ... Потому что... Эээ... Очень... Часто бывает... Такая, опять же... Ситуация, когда... Эээ... Вот... Эээ... Ну, начина... Начинают... Начинают... Эээ... Дети... Играть... Эээ... Вот... И... В общем-то... Какое-то время... Они играют... А потом... Они могут уставать... Они могут выгорать, если особенно не отдыхают... Вот... И... В общем-то, в целом, это... Эээ... Довольно распространенная история... Вот... Поэтому я и удивлен... Эээ... Поэтому я и удивлен... Тому, как мало вы... Эээ... Предоставили информации нам... Эээ... Эээ... Вот... Про то, что... Эээ... Ну, вот... С вашим... Ребенком, условно говоря, происходит... Эээ... Вот... Эээ... Мне кажется, что... Эээ... Было бы лучше... Если бы вы... Эээ... Ну, при условии... Понятно, при условии... Эээ... Вот... Что вы... Эээ... Хотите, значит... Ээээ... 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 Эээээ... Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Лично вам тоже такой довольно важный, как мне кажется, вопрос. Если вы хотите эту ситуацию разрешить, то нужно в первую очередь определиться за своей мотивацией. Во вторую очередь обратить внимание на те вещи, которые я сказал, а в третью очередь озаботиться тем, чтобы ребёнок отдыхал. Потому что самая частая проблема в игрании в спорте и как следствие какого-то негатива в нём, это, собственно, переработки. И я, конечно, не знаю, я, безусловно, не знаю, как обстоят дела. Я, безусловно, не знаю, как всё организовано у вас, но думаю, что, скорее всего, ребёнок просто как-то вот устает и просто вот, что называется, переутомляется. Вот, ну и, что важно, да, присутствует эта история, история сверх... Сверхмотивации, вот, присутствует история, когда в общем и целом у ребёнка такая вот, ну, знаете, как, во его роде идея фикс, да, что вот он должен победить. И вот, к сожалению, к сожалению, большому к сожалению, тренеры очень часто этим грешат. Что-то они очень часто грешат тем, что слишком сильно уделяют внимание победе, вот, и мало внимания уделяют, собственно, самим людям. Вот, тренеров винить, ну, на мой взгляд, не стоит, потому что у них своя история, у них свои проблемы, они, в общем-то, в этом смысле не виноваты. Но, как бы, вам нужно позаботиться о ребёнке, в первую очередь, и вообще поговорить, а, как бы, что тебе нужно, и нужно ли тебе, и зачем, то есть, как бы, вот это всё, на мой взгляд, крайне важно постараться увидеть. Вот, если на это внимание не обращать, ну, можно, в принципе, получить травмированного мальчика, который, вот, в общем, дальше по жизни будет испытывать, как мне, кажется, ну, довольно серьезные проблемы, вот, по жизни своей, я имею ввиду, вот. Поэтому, я ещё раз говорю, что именно поэтому я несколько был удивлён тому, как мало информации вы предоставили. Вот. Я был удивлён тому, как, как, как немного вы рассказали о ситуации, которая, в принципе, ну, вообще-то говоря, очень-очень важна. Вот. И это, в общем-то, вызывают вопросы, вот. Вопросы вызывает это, к сожалению, ну, далеко не самые удобные, далеко не самые приятные. Я бы не хотел, наверное, здесь их озвучивать, вот. Из уважения к вам, из соображений конфиденциальности, вот. Вот. Но, если вы считаете, если вы считаете проблему для вас серьезной и значимой, то я бы, конечно, предложил бы, вот, как-то бы с этим, ну, с этим бы работать. Я бы предложил, я бы предложил, предложил бы, ну, начать работать и вот, возможно, в первую очередь, даже не с ребёнком, не столько, не столько с ребёнком, сколько, сколько с вами, вот, потому что, ну, вы это то, на кого опирается ребёнок. И если у ребёнка трудности, то что-то вы, вероятно, вероятно, что-то вы делаете не так. Вот. Хотя, я повторюсь, что не очень приятно, наверное, это осознавать, не очень приятно, наверное, это слышать. Вы, скорее всего, ждали другого ответа, я прекрасно это понимаю. Вот. Поэтому, если вы отмахнётесь от этого, то, в принципе, я пойму. Ну, вот, ну, как бы, просто, вот, идея в том, да, что, решится ли проблема. Ну, вот, потому что, ну, как бы, отмахнуться можно, проблема не решится. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам начать терапию, вот. Может быть, это вскроет какие-то ваши трудности в семье, может быть, это вскроет какие-то недопонимания трудностей во взаимодействии с Ветербургом, кто знает. Но сейчас, на данный момент, вот так. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok